всем привет с вами опять Игорь и сегодня я покажу по просьбам подписчиков давно меня просили уже наконец-то дошли руки покажу свой самодельный контроллер для ветряка из чего его сделал простейший балластер так как сейчас говорят балластер вот так вот он работает это такие как они называются сейчас я коробочку эти штуки называются контроллер заряда разряда вольтметр реле постоянного тока врпт 036 к 12 вольт это питание у него 12 вольт а измерительно контролирующее напряжение но тоже постоянное напряжение от 0 до 99,9 вольт вот такие вольтметры реле но как он работает принцип работы ветряк раскручивается растет напряжение тут я подвел напряжение измерительный вход от той фазы моей которой я не пользуюсь а замкнутой на одной фазы то есть измеряется у меня той фазы что я не пользуюсь она тены идут у меня эти две включенные в звезду фаза такая неполноценная звезда вот как она работает растет напряжение когда она доходит до определенного мной заданного уровня включается нагрузка включается нагрузка начинается светиться диод вот сейчас мы видим первая ступень кого-то на первое вторая третья ступень вторая включилась вот и выключается тоже при определенной там заданной ну я на первой ступеньке я поставил 28 вольт или 26 26 включение на этой 30 а на этой 34 о да точно 34 вольты включение нагрузки вот и я вот смотрю но и сейчас растет довольно активно надо будет наверное еще и четвертую ставить ступеньку мало ему 3 чтобы нагрузить ветер такой сегодня неплохой отключается при 34 включается 33 выключается вот этот последняя вот вот такой вот контроллер ступенчатый балластер ну чем он мне нравится во первых он простой я знаю как он сделан вот если при выходе из строя любого из этого ступеньки все остальные ступеньки продолжают работать продолжают работать то есть они независимые 1 2 них питание идет от аккумулятора сейчас мы сейчас я расскажу по входах вот примере вот этой вот без этих проводов потом куча от этих проводов может быть не очень понятного вот она еще у меня две таких штучки есть кстати есть не обязательно такие это наши украинские есть такие же самые аналоговый аналог китайские контроллеры вот они делаются вообще для аккумуляторов но инструкции для зарядки аккумуляторов но инструкции говорится там что можно применять в любых системах фото электрических и других где заявленные характеристики прибора подходят для такой работы вот короче вот две кнопки тут есть вот они это ими можно выставлять напряжение включение напряжение выключение здесь высвечивается напряжение как мы видим это индикатор когда включается и выключается реле слышно думаю как она щелкает релюшки тут такие довольно таки мощные если вот ток напряжение которое можно через них пропускать но это максимальные конечно значение столько не надо но я думаю 500 ватт переменки через них пропускать можно думаю ничего им не случится тут дорожки такие снизу но тут не видно их но я и разбирал снимал эту пластмассовую крышку там такие усиленные толстые дорожки именно вот эти шо на реле идут довольно мощные такие нестандартные дорожки пропаянные так начаться клеммы вот эти клеммы ну наверно вот эта крышечка от него я буду объяснять по крышечке тут будет понятней что куда подключать вот это для кнопок два отверстия меню первое и окей потом следующий идут у нас вот этот вот проем для подключения проводов питания контролирующего и на реле так вот это тот первый перевернутая буква т первый и последний вход это питание прибора плюс 12 вольт постоянке плюс 12 плюс это последний а первый это минус минус идет общий общий то есть на контрольное напряжение и на питание там один минус но плюс должен идти именно питательный который идет на питание 12 вольт дальше следующий контакт подсоединение это в их вход вход это измеряющее напряжение которое нам надо измерить туда тоже подается постоянка от до 100 до 99 до 99 и 9 вольт вот только один провод плюсовой подключается на вход минусовой это у нас этот от питания общий вот питание плюс 12 минусовой дальше 10 а это реле разогнутая видно да типа вход выход на реле 10 ампер вот ну и плюс 12 вольт это как я уже говорил питание вот такой вот релюшечка так вот оно работает у меня на прошлой версии ветряка правда было пять ступенек пять ступенек я наверное еще одну поставлю чтобы четыре было потому что смотрю что если такие нормальные порывы то три ступеньки как бы и маловато ему даже при таких углах что у меня сейчас стоят вот маловато наверное придется 4 ставить остальные я хочу попробовать на солнечных панелях уже приехали мне остальные панели буду устанавливать и тоже хочу сделать балластер для солнечных панелей именно на тен балластер на нагрев вот на таких вот штуках вот это уже когда установлю панели то покажу как я придумал их сделать ну примерно принцип действия такой будет как и здесь от роста и падения напряжения будет включаться нагрузка вот такой вот контроллер это самый простейший который я мог придумать я вообще с электроникой не дружу вот там эти все конденсаторы микросхемы не знал а платить такие деньги за заводской контроллер там с мппт считаю мне аккумуляторы не надо заряжать просто вот греется бойлер на 400 литров сейчас пойдем на улицу посмотрим как этот контроллер держит обороты сейчас на паузу нажму так я на улице сейчас посмотрим подойдем ближе как он работает мой ветрячок такой ветер сейчас порыв часа непонятный то сильнее то слабее дует дует он как раз из-за речки там посадка деревья как-то он нестабильно так работает то разгоняется то ну контроллер его неплохо удерживает углы большие сейчас у меня на ветряке поэтому он так маловато оборотов у него сейчас попробуем дождаться может порыв пойдет может он разгонится дужья сильнее даже слышно как свистят вроде как завывают кончики крыльев кончики крыльев скажу до оси вращения почти семнадцать метров там шестнадцать с лишним диаметр ветра колеса пять и шесть метра там что еще сказать если у кого-то какие то вопросы есть по ветряку там задавайте я отвечу вот так вот короче работает контроллер с ветряком вот этим так он держит обороты обороты немного конечно вырастают когда вырастает ветер сила ветра скорость но контроллер его неплохо удерживает там у меня где то вот сейчас сильный пошел пары вот сейчас ему даже не хватает от той нагрузки тех трех ступенек сейчас бы можно было бить четвертую вот сейчас они все три работают получается на полную мощность можно было бить четвертую сейчас подключить я наверное четвертую такие подключу вот на такие случаи да если бы углы были оптимальные то там уже обороты конечно были бы ого-го ну вот такой вот простенький контроллер если что-то кому-то не понятно по контроллеру там пишите отвечу балластный так сказать контроллер балластер для ветряка нормально он справляется он надежный простой ремонтабельный вот всем советую так ну ладненько всем пока